Привет, фотограф Светлана. Привет, привет. Интересно, чтобы тебя не ограничивали. А зачем снимать на камеру? Я, наверное, на телефон поснимаю фото, и камеру не протру. Слышали, да, клиенты? Вас любят. Ради как художник. Кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это хорошо. Я к этому отношусь спокойно. Ой, вы такая либертарианка? Ну, иногда да. Хорошо, что соседка этого не услышит. В Сочи тоже есть горы красивые очень. Высоко-высоко в горах, я хотел сказать. Висяко-висяко. А что там делать-то было, господи? Ну, они просто забрали тебя из самолёта. Нет, ты поедешь с нами, я сказал. Такой отдых, после которого нужен ещё один отдых. Добрый вечер, доброй ночи, доброго утра, доброго дня вам всем, уважаемые слушатели радио Мотелебера. В эфире Биркин из студии первого клуба Мотелебера. Как обычно, мы вещаем для вас и не останавливаемся. И сегодня у нас рубрика «Знакомство». Со мной в студии находится Светлана Грачёва, которую вы знаете и помните по ещё одной нашей рубрике «Профессии». Она отвечала на вопросы Рината Салихова о своей профессии. Привет, фотограф Светлана. Привет, привет. Как у тебя дела сегодня? Хорошо, отлично. Работаю, занимаюсь заказами, отдыхаю, занимаюсь йогой. В общем, прям насыщенная жизнь. Это всё за один день? Ну, иногда да. Кошмар. Это будет долгий разговор. При том, что сегодня у нас не самый, наверное, весёлый день. Записываем мы это в день отъезда, окончательного отъезда. Хотя ничего окончательного в жизни не бывает. Мия и Соза. Вот. Они долго собирались и вот, наконец-таки, собрались. В этот раз точно, наверняка, прощальный тур. И Мия уже приходила обниматься. Так что вот. Расскажи, пожалуйста, о своём знакомстве с Мией. Как вы познакомились, где? Потому что, ну, Мия является важной составляющей нашего клуба. Если что, Мия — это наша бариста, наш коктейль-мастер, если можно так выразиться. Ну и вообще человек — душа нашего клуба. И пришла ты в клуб через неё? Да, они забрали меня с самолёта и сразу же привели знакомиться в клуб. Тот же вечер. Ты собиралась куда-то в Турцию, но они просто забрали тебя из самолёта. Нет, ты поедешь с нами, я сказал. Примерно так. Да. Мия — моя лучшая подруга, и мы с ней с самого детства, буквально с первого класса вместе. Раз. И всё это время мы общались. И были на связи. Ну, иногда пропадали, потому что это нормально. У каждого своя жизнь, но при этом всегда поддерживали контакт. Ты, наверное, есть такие люди, которые именно в общении с тобой душевно и на всю жизнь. Вот это я могу сказать про нас. Да, я заметил такую особенность. И в этом, наверное, отличие действительно хороших друзей от простых друзей. Когда люди пропадают из твоей жизни на какое-то время, да, обычные друзья, они, ну, растворяются, ты про них забываешь. А с действительно хорошими друзьями ты продолжаешь общение так, как если бы не было этого промежутка. То есть даже спустя полгода, год я могу продолжить общаться с своими хорошими друзьями. Ну, буквально как будто мы вчера расстались. Да, есть такое. Ну вот. И приятно, что не только у меня такое наблюдение есть. Ты уже говорила о том, что на рубрике «Профессия», в рубрике «Профессия», на Украине в Украине, что в Монте-Либера тебя заманили, пригласили. Как раз СОС и МИА, и сейчас СОС и МИА уезжают. Ты можешь представить себе, вот как ты будешь продолжать жить в сообществе без вот этой важной составляющей и сообщества, и твоей жизни в том числе? Такой тоже тонкий вопрос в плане общения, оно у меня никуда не денется. Мы всё равно так же останемся на связи. Я знаю, что ребята будут приезжать, и этим себя успокаиваю. Мне сегодня снились кошмары. Ой, расскажи. Я увидел твой сториз в Телеграме. В Телеграме появились сториз, ребята. Если что, доступны пока премиум пользователям. Я понял, что это как-то было связано со сновидениями, и приложения, которые обрабатывают сновидения. Интерпретируют. Интерпретируют полностью твой сон. Ты пишешь, что тебе там приснилось, например, я не знаю, я там увидел лошадь, бегущую по полям, и он тебе рассказывает примерно, что это могло для тебя значить, или с чем это может у тебя ассоциироваться, и ты можешь продолжить с ним диалог и просуждать на тему чувств и ощущений. Как известно, во сне работает подсознание, и за ночь мозг перерабатывает большое количество информации. Поэтому и снятся яркие какие-то сны, запоминающиеся. И ты выхватываешь оттуда какие-то детали, которые для тебя важны. И после этого можешь для себя, например, понять, что тебя сейчас волнует и тревожит. Мне вот снился кошмар, потому что они уезжают, и мне на самом деле грустно, потому что, наверное, мне бы хотелось, чтобы они были здесь, как и всем нам. Но в то же время я могу с уверенностью спокойно сказать, что у меня здесь люди, есть очень много общения, и это успокаивает, это приносит понимание того, а что вот сейчас с тобой происходит. Вот именно вот эта интерпретация, которую ты можешь сделать через искусственный интеллект. Круто. Но это получается такой сонник, но в нейросетях. Ну да, это приложение, которое на основе ИИ, то есть вот таким образом. Чего только они придумают. Да. Классно. Ну да, ссылки наверняка будут в описании, если вам это интересно, действительно, если вы этой темой интересуетесь. У нас, на самом деле, разные люди в сообществе, они не все такие одинаково мыслящие. Например, на недавнем эфире Таня Бутанки, которую мы выложили, это была рубрика «Знакомство», она говорила о том, что верит в переселение душ, в реинкарнацию. Так что, мне кажется, твои идеи и со сновидениями тоже довольно интересными. Почему бы нет? Кто знает, что там происходит у нас в мозгу? Такая закрытая коробка. Интересно просто себя изучать и понимать, что как происходит. Да, да. Классно. Может быть, кого-то ты вдохновишь на изучение своих собственных снов? Возможно. А ты помнишь свои сны после 24 февраля 22 года? Ты же еще оставалась в России тогда? Нет. Тогда снов не было. Есть такое состояние, когда тебе вообще ничего не снится. Вот тогда было примерно такое. И я не могу сказать, что я в этой теме была постоянно. Просто достаточно богатое воображение, отлично работает, ну, какой-то визуальный интеллект, можно так сказать. То есть мне легко представлять, мне легко воображать, мне легко рисовать в голове картины, и поэтому я обращаю на это внимание. Да, раньше говорили, впечатлительный ребенок. Возможно. Такой вот ребенок внутри тебя сидит. Все детство провела без гаджетов, без компьютеров, на даче с бабушкой и дедушкой, далеко в горах. У меня там было очень много животных, там была природа, и это все помогает как-то вот именно развить этот интеллект. Здорово. А когда ты решила стать фотографом? Я уже говорила на профессиях, да, что не я нашла профессию, она нашла меня, либо так сложилось. Я люблю фотографировать, и работала с лошадьми с самого детства, лет с восьми, и так получилось, что у нас были конные прогулки, это когда приезжают люди и хотят покататься, а мне было лет девять, и тогда еще были пленочные камеры. И вот каждый привозил какую-то новую камеру, и с ней можно было их, их можно было пофотографировать, да, там на лошадках, а еще можно было там сфотографировать какой-нибудь цветочек по дороге или какой-нибудь, например, там с фотоаппаратом, с большим зумом, сфотографировать там макро что-то. Это всегда было интересно. Потом я купила камеру обычную для себя, уже училась на тренера наездника лошадей, и просто фотографировала все, что нравится, и при этом почему-то решила, что мне вот важно знать базу, мне важно углубиться туда, и начала вот постепенно там с каких-то сайтов искать информацию, что-то себе выписывать. Так, мы говорили о том, что вот камера была всегда с тобой, и, по сути, ты фотографировала то, что видела в горных прогулках с лошадьми, например, и само по себе проживание где-то в горах, высоко-высоко в горах, я хотел сказать. Висяко-висяко. Оно располагает к этому, потому что природу там, дух захватывает классная. Как раз, я думаю, в этом вы тоже в унисон СМИ думаете, потому что она тоже очень любит горы. Да, вдохновляюще. Ты можешь себе представить без камеры? То есть оторвать себя от этой профессии в какой-то момент? Я уже думала об этом не один раз. Ну, например, я там многодетная мама с детьми, и у меня совсем нет времени на камеру. Наверное, могу, потому что мне достаточно видеть, наблюдать, созерцать, созидать эту красоту, и тогда мне хорошо. Была идея уехать даже далеко в горы, вот прямо купить себе такой домик далеко подальше от людей, и там жить я бы смогла, наверное, просто вот без каких-то дел, потому что на самом деле работа фотографом, она предполагает огромное количество ещё дополнительных профессий, которые тебе нужно изучать. взять тот же там таргет или рекламу, взять дополнительную какую-то подготовку, съёмку видео. То есть много очень работы, и в Сочи, пока я работала, я устала, я подвыгорела, ну, выгорела, именно выгорела, морально и физически, и всего должно быть в меру. И работы, и творчество, и времени на себя, на семью должно быть в меру. Ну, это, кстати, интересный вопрос, можно ли, я думаю, многие думают, если человек творческий, то он не может выиграть, занимаясь любимым делом. Может, естественно, потому что ты работаешь всё равно, у тебя есть заказчики, у тебя есть какой-то определённый минимальный, например, бюджет, который ты должен выполнять, и от этого никуда не деться. Но другое дело, что ты можешь, например, себя как-то мотивировать, помогать себе в этом плане, отдыхать, да, и всё будет так, как тебе нужно, да, то есть наладить именно все процессы. Можно. Можно, но сложно. Да, да. Люди бывают разные, клиенты бывают разные, и от них тоже нужно отдыхать, потому что устаёшь, наверное, устаёшь. Нет? Тем более вредные, придирчивые какие-нибудь клиенты, которые заставляют переделывать что-нибудь. У меня будет два ответа, потому что первый — это то, что мне встречаются потрясающие люди, я очень люблю своих клиентов, и таких вот именно ситуаций, когда они вот вредные, придирчивые, было очень мало. за мой опыт, семи лет, я, наоборот, вот как-то убедила себя, что у меня шикарные, потрясающие клиенты, и всегда так и происходит. То есть вот как-то так работает. И то есть от клиентов, от общения я не устаю, это очень индивидуально, да, то есть именно как тебе хорошо и комфортно, ты сам находишь и работаешь. А второе всё-таки это про твой график, да, когда он у тебя налажен, и когда у тебя есть время для всего, естественно, ты не выгораешь и чувствуешь себя комфортно. Ты по роду своей деятельности общаешься с людьми разных национальностей, насколько я понимаю, потому что теперь ты живёшь не в России, а в Черногории, соответственно, здесь есть клиенты-черногорцы, наверное, и, может быть, какие-то иностранцы, заезжие. Расскажи, пожалуйста, как они по общению, насколько отличаются от, условно, наших? По, например, общению мне очень нравятся здесь именно европейские клиенты, потому что они легко покупают, им очень всё нравится, они очень благодарные, для них поучаствуют съёмки, это уже праздник, они идут на праздник, у них нет достаточно большого количества, каких-то страхов или убеждений, а в России немного сложнее. То есть в России нужно человеку доказать, что ты классный фотограф, нужно ему, в принципе, донести как-то эту мысль, что всё будет хорошо, настроить, рассказать. Вот разница именно между российскими клиентами и здесь в том, что абсолютно по-другому люди относятся к съёмкам. Здесь намного выше уровень. Да, я чувствую какую-то, не знаю, беззаботность в людях больше. Они меньше зациклены на каких-то своих делах, потому что, ну, если гнуться вокруг, да, несмотря на какие-то, может быть, жизни ныне урядится, всё равно здесь есть солнце, есть море, есть горы, то, что тебя вдохновляет, можно наслаждаться жизнью, наверное, не имея такого большого количества денег. Не знаю, совсем ли про это, потому что в Сочи тоже есть горы, море, красивые очень виды. То есть это не зависит всё-таки от природы, это что-то другое, это всё-таки связано с страной, с положением. Да, с менталитетом. Ну, расскажи, ты недавно была в России, приезжала назад в Сочи и в Лазаревское. Что изменилось там в стране? Такое самое яркое впечатление было, когда выходишь с самолёта и первым делом висит вывеска «Идти по контракту, служить — это классно». Вот там служат герои на всё. Вот просто это Сочи, Олимпиада, кольца, да, тут стоят, и вот эта вот реклама, и эта агитация, она есть везде. Естественно, её замечаешь, замечаешь какое-то отношение, ограничение. Ну, я, например, курю. И здесь, в Черногории, кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это хорошо, да, что вот нету сильно ограничивающих там каких-то мест, где ты вот не можешь курить. Ну, в Черногории курят все. Курят все, везде даже, да, вышел с самолёт, вот, ну, пожалуйста, место, садись, кури, а потом уже проходи там все, в общем-то, таможни. А там у меня получилась такая ситуация, что я ждала пока своих клиентов и была на пляже, на море и решила отойти от всех. Это 6 утра, вообще никого абсолютно нету. Решила отойти подальше, чтобы, ну, как бы ни на пляже там, ни где-то вот в месте, где я могу кому-то вдруг помешать своей дымной сигаретой. В 6 утра на пустом пляже? Ну, там мельком люди ходят, там чуть-чуть кто проснулся. Отошла к стенке, и мне сделали замечание два раза, что ты куришь в неположенном месте, ты обязана пойти вот туда вот к туалету, и вот там вот, где вот эта табличка, встать и вот там курить. Лучше место у Параша буквально. Да, да, да. Немножечко другая страна. Я говорю, ну, как бы, зачем? Никого нету. Он говорит, правила должны быть. Это тебе говорили полицейские или люди просто? Не смотрители пляжей, я даже не знаю, как это сказать. Ну, люди, которые работают. Ну, я, естественно, сказала там то, что, ну, окей, хорошо, я не буду выбросила, и всё. Но это тоже, ну, вот, как-то ярко бросается в глаза. Ну, это синдром вахтёра, наверное. Когда есть сравнение у тебя, когда есть с чем сравнить. Да уж. Слушай, а в Турции ты же тоже работала? Расскажи, как там, по ощущениям? Или там не было столько опыта, столько времени, чтобы ты могла прочувствовать менталитет? Я уже говорила, что мне попадаются хорошие люди, вот как-то так складывается, либо, ну, у меня такое убеждение. И там я тоже встретила людей, которые готовы сотрудничать, которые помогали мне там с трансфером, и говорили о том, что есть люди, ну, как бы те, которые могут обманывать как туристов, потому что там вот есть... Есть такая национальная черта, национальный вид спорта — обмануть туристов. Да, но меня никто не обманул. То есть мне понравилось в Каппадокии очень сильно, потому что я встретила хороших людей. Каппадокии — это там, где вот эти воздушные шары, да? Да-да-да, воздушные шары и ещё красивые каньоны, которые образованы вулканическими, в общем. Вот обязательно скажи, где твои фотографии, оттуда можно будет посмотреть. Всё в Инстаграм, конечно. Хорошо, мы приложим ссылку. Ну, я, в принципе, сейчас думаю, то, что буду продолжать развивать свой профиль в Телеграм, потому что мне нравятся истории. Как-то вот сейчас очень... Ну, это же то же самое, по сути, вторичные продукты. И вот недавно в WhatsApp, по-моему, начал похожую историю, нет? В WhatsApp очень давно. Ну, там в основном как-то вот получается, что люди, наверное, за там 40-50 лет выкладывают. То есть вот мне было интересно. Это обычный мессенджер, зачем там какие-то истории выкладывать? А Телеграм... Я даже не замечал там. Да, да. Это я не особо пользуюсь простым. Телеграм – это более функциональная площадка. И, ну, почему нет? А почему не попробовать? Единственное, что нужно как бы понимать, что если вы ведёте ещё какие-то дополнительные соцсети, да, там, я не знаю, любые, то это ещё даёт нагрузку. А у меня почему-то, наоборот, это даёт разгрузку. Просто выкладываю, потому что, знаешь, что вот здесь вот мне легко и просто. То есть не заходите в Инстаграм, не продумывайте старител. Я же работаю в Инстаграм именно с точки зрения профессиональной деятельности. То есть мне нужно там вот красиво выложить, всё рассказать. А здесь мне хочется выкладывать всё, что вот просто можно выкладывать. И всё, что хочется показать. Короче, Инстаграм для работы, а Телеграм для души. Для души, да. Насколько сложно разграничивать эти две личности? Вот ты выкладываешь фотографию красивую, потому что тебе, Свете Грачёвой, это нравится или потому что это важно для того, чтобы привлечь клиентов? Очень сложная для меня тема в плане именно выкладки, потому что, ну, по факту ты просто... Я делаю свою работу, да, ты мне сняла кадр какой-то безумно красивый, и мне он нравится, откликается, я им делюсь. Это когда художник, например, начинает рисовать, или там фотограф начинает только снимать, это неважно, вот любая творческая деятельность, деятельность сразу ты пишешь в стол. Это значит, ты копишь какие-то знания, ты пытаешься как-то найти себя, найти свой стиль, или просто тебе это нравится, ты просто это делаешь. У тебя всё копится, ты ни с кем не делишься, у тебя нет зрителя. А без зрителя дальше этот процесс никуда не идёт. То есть мне нужен зритель, я люблю своего зрителя, и в Инстаграм я выкладываю именно то, что я хочу показать зрителю, то, что меня вдохновляет. И выкладывать какие-то, например, бытовые вещи в Инстаграм для меня до сих пор дико. Я знаю, что делают так все, да, что вот я поел, я там... Вот живот, пожалуйста, я могу показать. Да-да-да, всё было на самом деле. Вот. И тут мне сложно, я ещё пока не нашла вот эту золотую серединку там. Интересно. Ну да, действительно, без зрителя это не имеет значения. Есть такое выражение «beauties in the eye of the beholder» примерно можно перевести как «красоту создают смотрящий». То есть пока нет зрителя, это не искусство в полномерии, наверное, потому что он также является одним из акторов. Да. Ты не можешь получить обратную связь. Да, тебе нравится, но без обратной связи, без отклика, без общения даже, да, какого-то как бы вот один человек со своей там, не знаю, со своей картиной и что. Да, дальше ничего не происходит. Ну расскажи, раз мы затронули такую тему, раз мы ещё находимся вот в конве профессий, не обидно бывает, когда твои фотографии потом оказываются где-нибудь ещё, например, да, я знаю, что у фотографов хороших, топовых, крадут фотографии или там контент. Или люди, как тебе кажется, недостаточно ценят то, что ты проделала. Те же самые клиенты, да, я знаю, что у тебя очень хорошие клиенты и слышали, да, клиенты, вас любят. Но тем не менее, может быть, есть какие-то клиенты, которые отчётом делать-то было, господи, разговоров-то. Обесценивают, да? Да, да. Ну, про, например, какое-то авторское право можно копировать, можно вот посмотреть кадр, сказать, вот она классно, так придумала вот эту идею, я хочу повторить, или я хочу снять такое же. Много так делают, часто, и человек начинает снимать, у него не получается всё равно то же самое, у него получается своё. Да, есть книга, да, «Кради как художник», и я к этому отношусь спокойно. У меня таких ситуаций в практике тоже не было, чтобы вот прям как-то фотографии именно там повторяли, либо там к себе выкладывали. Мне кажется, тут ещё вопрос, на чём концентрируешься. Вот куда направлен твой фокус внимания, да, где там ты стараешься развиваться, на что обращаешь внимание, вот там у тебя всё и работает, и получается. Если ты не смотришь, не следишь там за тем, как-то, что там, кто там что напишет, то и оно не происходит, потому что если вот там фотограф и всё вот там, я не знаю, вот он украл мою идею, то идею как минимум можно придумать одну и ту же, я думаю, что даже... Ну есть такая некая повторяемость. В Инстаграме есть специальные каналы, где публикуются абсолютно одинаковые фотки там с пляжа условно, где-нибудь солнышко на руке. Ну, я утрирую. Да. Но это интересная тема, она подводит нас к теме либертарианства, на самом деле. У нас всё продумано. Хоть плана у нас нет, но мы знаем, к этому движемся. Потому что достаточно давно сыр, ссылка будет в описании на его знакомство, нам читал лекцию об авторском праве, и у некоторых, так сказать, пригорело, подгорело, и вот говорили, а вот если кот мой украдут и так далее. И либертарианство довольно спокойно к этому относится. Ну, идеи те же самые, да, витают в воздухе, их, наверное, имеет смысл повторять, если они удачны, если они приносят прибыль. Есть определённая юрисдикция, да, которая вот в этой юрисдикции, да, вы можете договориться не красть друг у друга, а то, что находится за юрисдикцией, ну, оно не подчиняется нашему авторскому праву, да, с точки зрения либертарианства. Поэтому никто ничего не подписывал с тобой договора, словно говоря. Не красть какую-то идею, или там не красть какой-то отдельный кадр, или там ракурс. Всё. Ты ничего не можешь сказать. Расскажи, пожалуйста, насколько сильно в принципе либертарианства присутствует в твоей жизни. Да, интересная тема, потому что, когда я ещё собиралась приезжать, это была зима, да, полгода, наверное, до того, как собраться, я очень много мне откликнулась в плане идей, да, и в плане вообще жизни, потому что я такой вот человек. Не знаю, как вот можно про себя сказать, именно мне хорошо делать там своё дело и делать другим людям хорошо. И вот опять в России, я немножко уйду в другую тему. В России так получилось, что ко мне там подошла соседка и начала вот эту всю свою ужасную полемику, то, что вот вы уехали там, как вы могли, и вот что там делать, Это уже после того, как ты приехала назад, вот буквально этим летом? Да, когда я этим летом, получается, приехала. Именно она подошла и начала вот это вот всё рассказывать. Она знает, что мы уехали, так как мы соседи. Я говорю, она говорит, там эти за тех, те за этих. Я говорю, вы понимаете, что человек изначально, ну, этот человек, существо мира, да, ну, то есть я человек мира, я не хочу там войны, я понимаю свои права, я понимаю свои границы, я учусь понимать границы других людей, и мне эта тема интересна. Интересно, чтобы тебя не ограничивали, да, чтобы ты чувствовал себя полноценным, я не знаю, существом, как ещё сказать. И ещё тогда, прям у меня очень такой длинный, завёрнутый, получается, ответ. И ещё тогда, когда меня позвали, я вот поняла, что это про меня и что я вот, наверное, всю жизнь вот так вот как-то и пыталась отстраниться. То есть я не активист, да, наверное, так можно сказать. Мне сложно сейчас. Нет, даже не в этом дело. Я думаю, что, что ты пытаешься сказать, ты не любишь, когда тобой манипулируют? Не люблю. Как в пользу того, чтобы вступить куда-то, так и в пользу того, чтобы отстраниться от чего-то. Так, вот это враги, вот это друзья, и мы обязаны поступать так же. Вот у либертарианца естественный ответ на это неприятие. Я имею право сам говорить, куда, с кем я ассоциирую себя, с кем не ассоциирую, и вы не вправе мне диктовать. Угасывать, диктовать, да. Так что да, в этом плане ты естественный либертарианец. Спасибо, что помог. А, я думал, спасибо за комплимент. Ой, вы такая либертарианка. Спасибо, Боже мой, как вы заметили. Я ещё не то могу. Насколько твои представления о том, как здесь будет житься, совпали с реальностью? Даже не какие-то сложности были здесь, и клиенты, наверное, не сразу нашлись, и, может быть, какие-то неприятные ситуации. Да это же языковые барьеры. Это всё равно стресс, правильно? Да, в любом случае переезд — это некий стресс. И у меня были, наверное, представления о том, что я вот сейчас отдохну, месяц-два приеду там, как-то стабилизируюсь, полностью для себя настрою быт, и далее начну заниматься делом. Но это всё продлилось на больше полугода. Сейчас вот мы приехали в сентябре, сейчас август, и только сейчас я работаю активно. А до этого было сложно. То есть был какой-то период достаточно тяжёлый для того, чтобы социализироваться, выдохнуть, внедриться. Внедриться в эту среду. Да, внедриться в среду, вот. Ну, человеку нужно время. Я слышал, что на адаптацию только нужно от двух недель. Да. Так что если вы едете куда-то, условно, отдыхать на недельку, ну, наверное, может быть, даже и не стоит. Обычно говорят, про детей, типа, им нужно две недели на социализацию, на адаптацию, на привыкание к новому месту. Но взрослые-то они не особо отличаются. Такой отдых, после которого нужен ещё один отдых. Это да. Да. Но когда ты едешь куда-то, вот я ездила в Турцию тоже, налаживать там контакты, общение, смотреть лошадей по своим, в общем-то, по своему жанру. И когда ты приезжаешь просто на какое-то время, то есть тебе не нужно узнавать там какие-то бытовые моменты, как-то именно всё налаживать, когда ты просто приехал, и у тебя есть задача там снять, выспиться и уехать, нормально, вполне себе нормально, то есть ты не испытываешь такой стресс. У тебя нет таких глобальных задач, как при переезде именно. Но у тебя уже сложилось здесь ощущение дома, что ты вот, ты не в режиме туриста здесь находишься, а вот ты здесь, вот в этом вот сообществе ещё надолго, наверное. Да, да, сложилось, потому что у меня вот тоже, я приехала в Россию, там очень много клиентов, которые ждали постоянных, очень много, большая, наверное, А ты говоришь, приезжайте в Черногорию, у меня тут то же самое, лошадки. Да, они говорят, оставайтесь, оставайтесь, там тоже родственники, а что ты не останешься, того же лета? Я говорю, не, я хочу домой, я хочу. Вот так вот поменялись. Да. Хорошо, что соседка этого не услышит. Да. То просто заклеймит, дизлайки нам, понаставит где-нибудь. И расскажет, как нужно жить. Да, обязательно, в сторис, в телеграме. Да. Ну, если что, мы ей ответим. Запишем отдельный выпуск. Давай поговорим немножко про сообщество, раз мы зашли в эту тему. Мы находимся в первом клубе Мутелебера, ты уже много раз говорила о том, что здесь приятная компания и так далее. Насколько тебя вдохновляет, наверное, это сообщество на дальнейшую работу, на общение, да мало ли. Я в целом, мне прям очень хочется показать этот проект своей какой-то точке профессиональной, но пока что всё это происходило, пока я налаживала быт и свою работу здесь, набирала там целевую аудиторию, да, постоянных клиентов. Я не могла себе этого просто позволить. И я ещё не знаю как, но мне хочется внести свою лепту, мне хочется показать это визуально. Вот. Через своё творчество? Да, да. Ну, я знаю, что вы с Ренатом работали над проектом, неким видеопроектом, нет? Нет. Ну, это была изначально как бы моя идея, потому что это интересно снять фильм, историю. Ну, я не видеограф, да, я фотограф, а видео это абсолютно другое. Кто думает, что это рядом, абсолютно нет. Вообще, надо приучиваться, если ты хочешь работать видеографом, тебе нужны тоже знания, достаточно много базовых знаний. Идея была снять именно фильм про то, как сейчас происходит, да, какие вот есть люди, именно больше художественные рассказать подробнее, да, для того, чтобы, ну, люди узнали и, ну, показать, естественно, это, ну, в ключе фильма художественности. Вот. И этот проект полностью сейчас, ну, как бы, Рената, как я понимаю. Круто. Ну, ждём, не дождёмся результатов. Такая будет летопись и хронология событий, потому что ещё, я так понимаю, он начал его делать в процессе становления сообщества, когда здесь было не так много людей, сейчас уже всё изменилось, возможно, к тому времени, как мы этот подкаст выложим, ещё что-нибудь изменится. Очень надеюсь, да, это интересно. Да, и возвращаемся к этой теме, у нас будет небольшой рекламный блог 23 сентября 23 года, 23-23, легко запомнить, в Черногории, в Доброго Вода, уж не знаю, как склонять, честно говоря, состоится фестиваль, первый липретарянский фестиваль, на который тебя пригласили в качестве фотографа. А что ты ожидаешь от этого фестиваля? Нужен ли он вообще? Я считаю, что нужно, нужно рассказывать, потому что фестиваль — это возможность рассказать людям о Монтелибера. Может быть, осуществить вот эти свои творческие планы, твои задумки, показать это, визуализировать, как раз то, о чем ты говорила, нет? Для меня? Да. Как тебе объяснили свою задачу, если тебе ее вообще объяснили? Мне, как фотографу, который берет большое, например, какое-то ответственное дело, для меня это так, мне нужно техническое задание, которое я пойму, для чего мы снимаем, кого мы снимаем, как мы снимаем, в каком формате, и для какой, например, какой формат для публикации. Для меня это важно. То есть у меня вот прям должно быть техническое задание. Слушай, но есть же клиенты, которые, знаете, я вам доверяю, Светлана, мы так долго работали, поэтому делайте все, что нужно. Ты знаешь, как некоторые к стильстам приходят? Ага. Тебе не проще так работать? Хорошо. Я сейчас возьму там пленочную камеру, мне вот захочется, я вот творческий человек, я не знаю, или возьму, а зачем снимать на камеру? Я, наверное, на телефон поснимаю, вот, и камеру не протру, и что-нибудь там такое, знаешь, вот поснимаю вот так, вот, ну вот это тут, это вот тут. Нет, мне нужно понимать... И все это в сторис в WhatsApp выложил. В WhatsApp, да. Прекрасно, вайбер. Нет, я понимаю, да, что я примерно там хочу снять, и я всегда включаюсь творчески в этот процесс, но если это, мы говорим о какой-то налаженной системе, например, фотосессия там с лошадьми, да, конная фотография, это одно, то есть это процесс, который я знаю, как он проходит, я знаю, какие, даже если мне, ну, мой клиент не говорит, что он хочет, я знаю, чего он хочет. Понимаешь? То есть ты его чувствуешь? Да. А вот от фестиваля, сложно добиться, потому что это какая-то абстрактная материя, аморфная, вот некий фонд или там, не знаю, движение заказывает у тебя съемку. Конечно же, нужно работать с конкретным человеком, я думаю, что напрямую. да, да, конечно, может быть, обсудить какие-то идеи, да, что бы это могло быть. Ну, я желаю тебе всяческих успехов в этом начинании, я уверен, что у вас все получится, если что, будем оставаться на связи, и, конечно, приложим ссылку на наш чат, у нас, по-моему, сегодня буквально нашелся арт-куратор, и, возможно, именно арт-куратор тебе и поможет нащупать эту мысль, основной месседж фестиваля, потому что я его, честно говоря, пока не понимаю, что мы хотим показать этим фестивалям. Вот. У тебя есть сын, который является большой частью твоей жизни. Как ты вашу жизнь представляешь в Черногории в дальнейшем, и связываешь ли ты свою, вашу жизнь именно с этой страной? На самом деле, какое-то вот планирование сейчас дается достаточно сложно. Не только у тебя, знаешь. Да. Но я понимаю, что мы идем к тому, что ему и мне здесь хорошо. Мы налаживаем там образование таким образом, чтобы мне было проще, да, по работе. Мы сейчас учимся онлайн, и я думаю о том, чтобы отдать его в черногорскую школу. Думаю, что это и языки, и общение, и развитие. Я думаю, что он уже к своему возрасту, там, к 9 лет, у него уже развивается сейчас за время пребывания тут абсолютно другое мышление. Потому что, опять же, есть примеры, есть разные, ну, есть с чем сравнить, есть понимание, что, ну, бывает по-разному, и мне от этого радостно. Да. Очень важно видеть, что люди бывают разные, что люди мыслят иначе, что люди говорят на другом языке. я видел в некоторых детях, например, неприятие того, что есть люди, которые же говорят не на русском языке, например, что в мире, да, а что, пусть они русские учат, что я буду английский учить, например. Ну, примерно такого плана. И здесь это автоматически стирается, потому что, ну, да, нужно воспринимать это как данность. Люди бывают разные, люди бывают сложные, люди бывают не такие, как тебе нравится. У людей могут быть другие желания, они не обязательно хотят сейчас именно с тобой играть или не обязательно в эту игру. Но это как раз уровень социализации, который, к сожалению, российская школа все меньше и меньше будет давать. Я очень не люблю российское образование. И даже, ну, когда еще были в России и не собирались, я отдала его в школу, в обычную образовательную. Очень не хотела, ну, куда деваться, все вот 8 лет нужно. Я знала о других системах образования, но пока не представляла, как это будет происходить в моей жизни и смогу ли я там справиться с этим всем. Он проходил две недели в школу, и меня вызвала учительница, говорит, вы знаете, ваш сын останется на второй год. Почему? Сразу после двух недель, да? Две недели, да. Класс. Две недели. Я говорю, почему он останется? Он отвлекается на уроках. То есть, ну, учитель не, он не преподаватель, он не может дать ребенку какое-то внимание, и при этом сразу говорит какие-то прогнозы строит, когда ребенок две недели пришел только в школу. И это не проблема детей, это общая проблема, наверное, какого-то образования. И я его забрала, отдала в частную школу, вот, для того, чтобы хоть как-то ему было интересно. Мне хотелось его заинтересовать, именно чтобы ему было интересно учиться, а не потому, что это надо. Да, мне кажется, что восприятие российской школы, и которая транслируется, и поддерживается это привыкание к какой-то рутине, к какой-то необходимости. В будущем будет работа, или там армия условно, или, да даже брак, да, вот, потому что все должно быть вот так, как задумано, задумано государством. Да, да, и тоже, да, если ты, например, девушка с ребенком, там, одинокая, ну, все, вот, на тебе сразу там какое-то клеймо ставят, что как так, ты вот без там, у тебя нету, грубо говоря, там, у него нету папы, все, все, это ж вообще, хотя, если послушать условного, там, димузицера и так далее, ну, здорово, что у нас есть сейчас возможность слушать и смотреть педагогов, которые действительно понимают детскую психологию и так далее. Да. Он говорит, не обязательно иметь там фигуру отца, или там мужскую фигуру, или там женскую фигуру, просто, ну, будьте своим ребенком, да, будьте с ним честны, будьте с ним, заботитесь о нем, и все. Да. Ничего более. Я надеюсь, что Марик вырастет таким же свободолюбивым, таким же творческим, таким же интересным собеседником, такой же интересной личностью, как и ты, и даже переплюнет нас всех, вот, потому что среда у нас действительно этому способствует. Да. Я думаю, на этой оптимистической ноте мы можем, наверное, завершать наш эфир. Есть ли что-то еще недосказанное, чтобы, мы, куда еще мы не ушли, и вот осталась эта идея. Ну, есть еще, меня тут приглашали именно на батл с искусственным интеллектом. Ой, как? Собирались сделать выставку, ну, не собирались, а сейчас в плане заморозки все, потому что не нашли пока что ивент-менеджера, и ивент-агента, да? Ивент-агента, ивент-менеджера. Да, кажется. Но меня приглашали в качестве фотографа для того, чтобы выставлять, например, мои работы, мои картины и работы искусственного интеллекта, да, тоже вот ребята, которые занимаются, делают, они вот сейчас очень глубоко погружаются, там, настраивают все, там, да, и там загружают коды и делают вот эти вот, соответственно, запросы, которые создают прям, ну, вот реалистичную, да, там, скажем так, какую-то фотографию или фотографию с художественным тоже подтекстом, как у меня, и этот батл предполагал бы, что, например, человеку нужно было определить, а где работа, да, настоящего фотографа, да, там, а где вот работа ИИ. И это проходило бы в формате именно галереи, да, то есть галерея, куда ты приходишь, смотришь, и очень интересный проект, я, мне, мне очень интересно поучаствовать, я надеюсь, что тоже все получится, и вот. Ну, кто знает, может быть, да, позже мы еще есть. Я выиграю искусственный интеллект. Обязательно. Нет, я видел тебя, я видел такие батлы в Ютьюбе, очень классно, интересно, там давали задания про парк Горько, по-моему, это еще было в Москве. Был фотограф, который это создавал, или художник, который это создавал, вот, художник, видел такие батлы, но с фотографами еще нет, так что удачи, я буду за тебя болеть, я думаю, наши слушатели точно, наверняка, будут болеть за Светлану Грачеву, и как только появятся ссылки на результаты этого самого батла, мы также приложим их к этому ролику. Ну что, я думаю, что не последний раз мы встречаемся в этой студии. Это был Беркин, в студии у нас сегодня была Светлана Грачев, фотограф, заказывайте у нее сессии, фотосессии, обязательно приложим ссылку к описанию, и Светлана принимает Евреем Телл, так что да, будете у нас в баре, будете у нас на Колыме, обязательно обращайтесь. Сегодня была рубрика «Знакомство», слушайте, смотрите наши новые выпуски, ищите их и распространяйте их в ваших любимых соцсетях. Всем пока! До новых встреч! Пока!